Вечер мрачника. В Новгородском киномузее Валерия Рубцова состоялось весьма странное и неоднозначное событие осени. Серая, унылая, дождливая погода. Самое время насладиться печальной лирикой, а впрочем, и о душе посмеяться над проблемами. Ёжик по лесу неспешно идёт, набравший на зиму веса. Вечер мрачника в киномузее прошёл практически в полной темноте. Несильно афишируемый фестиваль только лишь с помощью сарафанного радио собрал целый зал поэтов и музыкантов. Атмосферу поддерживали даже зрители, всем своим видом старавшиеся соответствовать тематике вечера. Этот вечер скорее не для того, чтобы совсем уж уйти в депрессию, скажем так. Это скорее попытка посмеяться над этим. Потому что весь вечер, все стихи, песни, которые сегодня можно услышать, они с долей юмора, самоиронии, сарказма. Но всё-таки главное, для чего все собрались, это, конечно, искусство, которое авторы могут представить публике. По словам организатора мероприятия, в современном мире все сферы творчества максимально коммерциализировались. И найти настоящее творческое можно только на подобных сходках идейных людей. А мы за искусство, которое не коммерция, не всего этого. То есть мы за искусство, которое бьет по человеку. Чтобы человек пришел, послушал нас и был шокирован тем, что есть другое искусство. То есть это как раньше, как тот же самый Летов, он же подпольно выступал, потом у него были концерты. В будущем Александр планирует расширить границ фестиваля, сделать его регулярным и проводить на разных площадках. Единственное, что для этого нужно – талантливые люди, жаждущие выступать. И зрители, жаждущие зрелищ. Судя по первому опыту, недостатка в них точно не будет.